Глава государства Асланом Жанни принял председателя правления РКС Сергея Степашина, а затем всю делегацию Российского Книжного Союза. Добро пожаловать в Абхазию. Мне очень приятно, мне и моим коллегам вас встречать сегодня здесь, в столице нашей республики. Вы приехали с доброй гуманитарной миссией. Это нам очень симпатично, потому как мы планируем жить и развиваться дальше. Несмотря на те сложности, которые имеют место быть сегодня. И наша с вами встреча, и тот вопрос, который мы сейчас обсуждаем, и то, с чем вы приехали, является свидетельством того, что все у нас будет хорошо. Председатель правления РКС Сергей Степашин в свою очередь отметил, что их приезд в меньшей степени о книжных делах. В центре внимания развитие отношений между Россией и Абхазией. Жизнь, во-первых, показала, кто из друг на самом деле. Показала, давайте откровенно. И второе, с учетом ограниченных возможностей наших контактов со многими другими странами, в том числе нашего бизнеса, давайте тоже откровенно говорить. Абхазия, с моей точки зрения, может быть просто остром счастья. Но не остров, конечно, а республика. И климатические, и природные условия, и человеческие отношения, и историческая память, что называется. И потом, ну действительно же, мы проехали, с двором поговорили, посмотрели. И, конечно, очень хотелось, чтобы Абхазия, скорее всего, была без следов войны. Вот, я думаю, что это мы должны решать все вместе. Далее состоялось подписание меморандума о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством культуры Абхазии и Некоммерческой корпоративной организацией Российский Книжный Союз. Документ подписали министр культуры Даурковы и управляющий вице-президент РКС Леонид Палько. В завершении встречи глава государства Аслам Жанни подарил Степашину шесть памятных монет по мотивам произведений Искандера, а также книгу Стару Сухом. В свою очередь Сергей Степашин подарил президенту ряд книг, в том числе и новую книгу Рафаэля Гусейнова «Путь Путина». Затем в фойе Абхазского драматического театра состоялась презентация данной книги. В ее основу легли 10 больших интервью Путина в период с ноября 2021 по июль 2022 года. Продолжительные беседы, которые позволили раскрыть новые краски в образе самого популярного мирового политика 21 века. Идея провести презентацию именно здесь принадлежит Сергею Вадимовичу Степашину, потому что мы делали презентацию до этого в Москве и в Санкт-Петербурге, а это первая зарубежная презентация за пределами Российской Федерации. И вы знаете, у этой книги есть маленькая история такая, она наша. Мы где-то примерно год назад, я зашел к Сергею Вадимовичу, Сергею Вадимовичу, а как мы будем поздравлять нашего президента Владимира Владимировича Путина? Он говорит, ну а в этой ситуации как? Это все-таки протокол? Ну как книжники нам вот бы все сделать с книгой. Он говорит, есть идея, есть идея. Идея вот такая, такая. Он ее полностью поддержал, подписал письма, какие нужно было, с поддержками и так далее. И мы начали на этой книге работать. Уже говорили, что Рафаэль Гусейнов, бывший субкор комсомольской правды, задает вопросы Рою Медведеву. Рою Медведеву, который 96 лет, который испытывает симпатию Владимиру Владимировичу Путину. И, как нам рассказал Рафаэль Гусейнов, это был, знаете, очень такой интересный был труд, потому что инициатором, таким вот мотором являлся сам Рой Медведев. Я очень люблю историческую, мемуарную литературу. Ну, я бы эту книгу не отнес ни к тому, ни к другому. Она какая-то своеобразная. Это 20 интервью на 400 страницах о 20-летней жизни национального нашего лидера Владимира Путина. В книге прослеживается путь президента за 20 с лишним лет. Кроме того, читатели смогут увидеть ранее нигде не опубликованные фотоматериалы, посвященные жизни Владимира Путина. Во-первых, я хочу сказать, что великолепное издательство. Ну, давайте так, кто читает книги, я так понимаю, здесь все читающие. Сначала берешь книгу, ее руками потрогал, полистал, потом уже начинаешь уникать в содержание. Потому что живая книга, в отличие от электронной, она живая. И она должна быть красивой. Она должна тебя привлекать к чтению этой книги. Поэтому издательство великолепное. Уникальные фотографии. Нам администрация президента Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимировича, помог и представила ряд фотографий, которые раньше никогда не публиковались. Книга богато иллюстрирована и адресована самому широкому кругу читателей. Серия Кварцхеля, Михаил Братухин, Абхазское телевидение.